Вы видели сегодня все выступающие, они тщательно готовились, приехали с разных стран, и все выступают на гагаузском языке. То есть больше применения родного языка, своей культуры, традиций, обычаев. Вы видели и содержание намного глубже, в том числе и мы очень тщательно подготовились к подготовке и изданию книги «Гагаузы в мире. Мир гагаузов». Это серьезная академическая работа двухтомник, и те люди, которые были на этом конгрессе, им посчастливилось получить подарок эти два тома. Это наша история. Многое меняется, мир меняется, и мы меняемся. И мы стараемся не отстать и в лучшую сторону меняться. Мы стараемся учитывать те ошибки, которые допускались раньше, в первом конгрессе, в втором конгрессе, чтобы в третьем, который мы проводили, будем учитывать потом, когда четвертый будем проводить, будем недоработки третьего учитывать, будем самосовершенствоваться. Я могу сказать, что солидарность гагаузов, живущих во всем мире, она с каждым годом все больше и больше проявляется. Вы в этом убедились сегодня сами на этом конгрессе. Меня больше беспокоит солидарность внутри автономии. Меня это больше беспокоит. Потому что те процессы, которые у нас происходят в автономии, они немножко волнуют и переживают наши соотечественники, которые проживают в других странах. Им непонятно, почему внутри гагаузии происходят эти процессы, когда политики, ну не будем сейчас говорить, кто виноват, кто прав, но политики не могут найти общего языка, чтобы эти объединительные процессы, те, которые мы наблюдаем, соотечественники за рубежом, а здесь в самой автономии, этих объединительных процессов нет. Ну я знаю, истинная причина, конечно, я знаю, в чем эта причина. Если бы нам не бросали эти зерна раздора и не подпитывали их мощными финансовыми потоками за пределы гагаузии, эти силы, то в гагаузии все было бы спокойно, люди трудились бы, и регион намного эффективнее и быстрее развивался бы. И больше уважения было бы к гагаузии. В любом случае гагаузия состоялась. У нее есть имя, у нее есть имидж, гагаузию знают. Да, есть очень много вопросов, над которыми нам всем надо работать. Это вопросы, прежде всего, связаны с укреплением статуса автономии. Это вопросы связаны с модернизацией законодательства автономии. Потому что за эти 18 лет, что Молдова приняла закон об особом правовом статусе гагаузии, оттуда по чуть-чуть изымались полномочия гагаузии, но туда ничего не добавлялось. В то время как на Западе, то, что нам демонстрирует Республика Молдова, стремление двигаться на Запад, стремление к Европейскому Союзу. Так вот, в Европейском Союзе подобной автономии каждый 10-15 лет получает дополнительные полномочия. У них ничего не отнимают, они получают больше полномочий. И в этом вопросе нам надо много работать. Почему мы этого не можем добиться? А потому что мы у себя внутри не можем найти согласия, единства. Потому что есть силы, которые постоянно имплементируют нам эти конфликты, чтобы мы не поднимали именно эти вопросы. А решение этих вопросов позволит нам более эффективно управлять этой территорией, ресурсами, которые есть, и организовать здесь более привлекательные условия, в том числе и для инвесторов, а это и рабочие места, и, скажем, экономическая база автономии. Это все взаимосвязано. Поэтому будут эти вопросы решаться. Я надеюсь, что новый состав Народного Собрания Гагаузии войдет в историю и примет в уложение Гагаузии доработанный вариант его на всенародном референдуме. Это моя мечта. Я надеюсь, что она осуществится. Во всяком случае, я буду прикладывать все свои силы к тому, чтобы это произошло.